Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня у нас снова обзор закупки. Истратила я сегодня немножко больше, где-то 42-43 евро на закупку. А сейчас я вам покажу, что же я сегодня купила. Вот такая закупочка сегодня. Все оказалось нужным в хозяйстве. Ну, по Германии прошел слух, что будет очень тяжело с туалетной бумагой. Мы вообще-то не любим делать запасы, потому что они как-то у нас очень долго расходуются. Поэтому взяла одну упаковку туалетной бумаги, 10 штук. Вот это будет наш неприкосновенный запас. Будет лежать до тяжелых времен. У нас уже одна пачка лежит до тяжелых времен. Мы ее брали, когда началась первая пандемия. Закрыли магазины на карантин и работали только продуктовые магазины. Вот тогда был ажиотаж. Люди хватали туалетную бумагу, полотенца кухонные. Но без кухонных полотенец бумажных мы обходились очень долго. Поэтому я не собираюсь их покупать впрок. Не будет бумажных полотенец. Привыкнем к тряпочным. Будем больше стирать. Ну, а теперь я хочу рассказать про греческий йога, который я беру все время для себя. Он без добавок, без сладостей. Вот. И благодаря вам я обратила внимание, что в эдаке я покупаю греческий йогурт по 2,39 за 4 штуки. В упаковке 4 штуки и по 150 грамм каждая. А вам здесь сегодня я купила греческий йогурт за ойра 39 или ойра 49? Ага. Ойра 49. Вот. Ну, вот видите. Ойра 49. Так же и в Лидии. Ойра 49. Никогда она не обращала на это внимания, что он в разных магазинах стоит по-разному. Обычно такой товар, который ходовой, у него цены во всех магазинах равные. Приблизительно равные. Ну, взяли орешки, кашев керны. Ну, кашев орехи. И они здесь смешаны с брусничкой. И, что стоит эта брусничка с этими... Ойра 99 стоят они. И по 2,29 мы купили финики. Все, наверное, знают, что финики очень полезные. Намного полезнее конфет. Поэтому мы их покупаем. И они у нас всегда есть дома. Так. Это финики. Взяли 2 шоколадки с перцем и вишней. Других сортов не было. Но... Шоколадки стоят... Ла-ла-ла. Па-ла-ла. Угу. Па-ойра 39. Ну, вот такие вот конфетки с начинкой молочные и сливочные. Молочные написано. Кругленькие. Иногда мы пьем с этим чай. Так. Что стоят эти конфетки? Конфетки, конфетки. Ойра 85. Так. 2,49. Голландский сыр голда. 1,50 евро я отдала за тыкву. Это моя любимая тыква. Так. Коплетки. 2,39. Интересно. Колбаса в Лидле тогда? Она была 2,99. Сейчас мы посмотрим здесь, что стоит. Это колбаса птичья, которая напоминает. 2,99. Тоже так же, как и в Лидле. 2,99 стоит вот такая колбаска. Потихоньку у нее уменьшается вес. Была полкило, стало 400 грамм. Такой хлеб. Джапата луковый. Ойра 89 он стоит. Вот. И тоже 400 грамм. Мраморный бисквит. Мраморный бисквит. Сейчас скажу. 2,79. Это наш дедушка себя балует. Молоко. 1,09 евро. Миндальные орехи в шоколаде. Ойра 69. За упаковочку. Упаковки 200 грамм. Ну и сахар рафинад по 79 центов. Раньше был по 69 центов. Стал по 79 центов. Взяла 3 килограмма, потому что сейчас сезон заготовок, и кто знает, что я придумала, компот или еще что-то. Сахар должен быть дома. Кроме этого, сезон заготовок взяла уксус. Уксус стоит 69 центов, это 25 процентный. В Германии есть 5 процентный уксус и 25 процентный. Ну, 5 процентный можно сделать саму, это не сложно. Ну и муж мой купил себе вот такие брелки Power Adiver 29. Упаковка в ней. И такой крем для бритья стоит 96 центов. Вот. Кроме этого, мы купили еще подсолнечное масло. По 2,49. Нет. По 2,39. По 2,39 тоже идет сезон заготовок. И если буду делать соусы, то там добавляется растительное масло, поэтому масло беру пока израсходуем. Я не люблю запасы, которые вот из муки. Там, где могут завести всякие жучки, червячки. Вот это я не люблю. Поэтому вот такая сегодня у нас закупочка. Небольшая. То, что нужно, то, что отсутствует или то, что может пригодиться. Сегодня мы купили. Сегодня не купили абсолютно овощей. Мне нужна морковь. Но, может быть, куплю завтра. Потому что сегодня мне не понравилась. Та морковь, которую я хотела бы купить, там 2 килограмма, это для нас много. А та, которая мне нужна, да, мне не понравилась. Тоненькая. Ну, еще. Еще все впереди. Морковка еще нарастет. Хочу показать вам свои томатики. Вот это уже переспевшие. Их нужно срочно перерабатывать. Пока не стало хуже. Вот здесь поспевшие помидоры. Надо срочно раздавать детям. А вот это бурые, которые... Появилась окраска, я их снимаю на улице, чтобы не лопнули, чтобы не заболели и так далее. Ну, вот. Справилась с продуктами, разложила все по местам. С работы уже пришла. Поэтому не знаю, за что хвататься. Но, в первую очередь, надо позавтракать. Во вторую очередь и в третью заниматься домашними делами. Надо заняться помидорами. Кроме помидор, у меня еще есть холодильник, который нужно выложить, вымыть и снова туда сложить все, что в нем лежит. Вот такие на сегодня задачи. А вам, мои хорошие, я желаю всего самого лучшего, всего самого желанного, всего самого-самого доброго. Оставайтесь со мной на канале. Не забывайте ставить лайки, пишите свои замечательные комментарии. Последнее время опять просмотры упали. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго и до новых волнующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok